2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GeronShop.ru это возможность дешево купить Майнкрафт, а также скидки, бонусы, акции и отличные гарантии в одном месте. Все ссылки в описании. Друзья, у нас сегодня должна быть вторая серия обзора на мода на компьютеры, но тут, понимаешь, проблема. Дело в том, что мы немножечко задолжали лайков поставщикам компьютеров, они должны их сейчас вот привести, прям с минуты на минуту, но мне вот не хватает всего лишь навсего 15 лайков для того, чтобы оплатить покупку. Дорогой друг, поделись немножечко лайками, ой, бабушка, извини, я смогу поделиться лайками с нашими поставщиками. А, вы уже поставили, вы уже знаете, что делать. Обожаю вас, молодцы, дорогие друзья. Спасибо всем за лайки, пойду забирать свои ништяки. И, вон, я уже слышу, уже курьер приехал. Стоп, а почему я не могу открыть дверку? Эээ, в смысле? В смысле? Откроется по ключевому... А, слову. А, дверка открывается только по ключевому слову. Бабуля установила новую систему безопасности. Ужас какой. Ладно, и это круглое оранжевое. Дорогой друг, срочно подскажи, что это за ключевое слово. Это круглое оранжевое. Срочно, срочно, мне нужно снимать обзор. Это круглое оранжевое. Давайте, давайте, ребят, я верю в вас. Что это? Что это может быть? Что вы говорите, стекло сломать? Ну-ка, давай-ка. Ага, так его я и сломал. Ребятки, это бронированные стекла. Моя бабуля очень умная бабуля. Давайте, давайте, давайте. Во-во-во-во-во. Я жду, пока вы напишите. Я пока попрыгаю на этом... Как его называют? На воздушном замке. Как их называют? На батуте, во. А, вы уже написали? Вы говорите апельсин. Ну-ка, ну-ка, ся, на-ка, ся. А, апельсин. А-а-а, работает. Спасибо, друзья. Знаете, чтобы работать с приложениями, вам нужно закрафтить хотя бы один ноутбук. И после этого будет вам приложение. Смотри, 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 какая прелесть. Смотри. А где? Не понял. Ага, слушайте, это прогресс. Теперь у нас у каждого компьютера разное содержимое. То есть ты можешь установить приложение здесь, а вот на этом компьютере ничего не будет. Классно, клево, интересно. Раньше содержимое у всех ноутбуков было одинаковое. Фиг тебе. Теперь разное. Окей, давайте посмотрим, что тут есть нового. Самое главное, что у нас появился теперь, Марк, я вам расскажу, как они устанавливаются чуть попозже. И совсем чуть попозже расскажу, как устанавливается, ну, технически. Поехали. Первый, это у нас появился Аура Аи. И теперь он работает. Здесь можно посмотреть, кому и кем он сделан, каким-то чуваком влевым. Здесь можно пополтать за жизнь. Давайте напишем ему лайк. Что он знает о лайках? Спасибо, я теперь чувствую себя как мутант. Окей. Короче, это как его напоминает чат бота. Я тебе написал слово мутант, и мне, значит, бот говорит, чувак, я не понял, что ты написал. Может, ты мне повторите снова? Что снова? Давай Герон Крафт. Что ты знаешь про Герон Крафта? Он не знает ничего. Хорошо. Майнкрафт. Скажи это снова. Ладно. Ага. Привет, друг. How are you? Hello. My English is very good. Чувствую себя прекрасно. То есть, он поддерживает диалог не по ключевым словам, а если писать какие-то пронятные фразы. Where are you from? Откуда ты? Я, кстати, купил себе новую бесшумную клавиатуру. Так что клавиатура в теории не должна быть слышна совсем. Я спросил, откуда он. Он говорит, я тебя не понимаю. Короче, бот невероятно тупой. О, здесь есть подсказки. О, сказать... Здесь можно рассказать мне шутку. О! Прямо вот это интересный вариант. Короче, тут шутки про деньги. Я их не понимаю. Вы тоже не понимаете. Бабл Бурст, по идее, усовершенствовал. И он прожил целых 4 усовершенствования. Ну, в общем, разница по сравнению с прошлой версией состоит в том, что теперь есть тайм-аут между взрывами. Это прикольно. Такая мини-игрушка. Дальше есть кликер-гейм. На самом деле, приложение благополучное крашного Майнкрафтика, надо сразу сказать, ребят, некоторые приложения до сих пор не обновились, и они толком не работают под последнюю версию мода на компьютеры. Каждое приложение в этом компьютере — это отдельная модификация технически. Это нужно понимать. Поэтому некоторые из них не особо сильно хорошо работают. Все находится на ранних стадиях развития разработки. Поэтому такое бывает. Вот такие вот пироги скотятины. То же самое касается приложения Light Switch. На последнюю версию Cryfish, мода Cryfish Device, которая отвечает, собственно, за компьютеры, тоже не работают. С этим ничего не поделаешь. Ждем. Cryfish класса. Crysoft класса. Предназначен для программистов, судя по названию. И здесь можно, короче, по-всякому извращаться. Здесь можно добавлять студентов. Давайте добавим студента. Назовем его GG. Middle Name. Middle Name — это, по большому счету, наш аналог российской фамилии. Здесь есть бла-бла-бла. Здесь есть бла-бла-бла. И здесь есть бла-бла-бла. Короче, это программка для учета студентов и прочее, прочее, прочее. Зачем это вдруг понадобилось в Майнкрафте, понятия не имею. Кто в теме, пишите. Дальше. У нас обновился, наконец-то, банк. Смотри, теперь... Теперь... Нам нужно немножечко изумрудиков. Самых обыкновенных. Как вы знаете, деньгами в Майнкрафте является самая обыкновенная изумруда. Мы можем положить нашу изумруда в банк. Вот это ИПД... И вот этот носатый мужик — это типа банкиров. Смотри. Мы давайте 60... 50 штук положим. И что? Почему не работают? У меня есть эмиральды. Вот они, мои эмиральды. А, может быть, нужно в инвентарь положить. Такое бывает. Может быть, в сход бар не работает. Или оно тоже не работает. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я никуда ничего не могу отправить, потому что на данный момент эта штука отвечает не за хранение эмиральдов. В этой версии она отвечает за то, чтобы пересылать изумруды между разными игроками. Это прикольно. Есть еще приложение, называется CrySoft Corner. Это типа, ну, знаешь, здесь вам всякие исходники от CryFish Device Mode. пожалуйста спрашивается зачем почему не знаю дальше есть штучка для написания писем раньше нас был эндромейл теперь этого нет важный момент некоторые приложения которые я вам показывал в прошлом серии теперь уже не работают потому что их не обновили до последней версии компьютеров то есть как бы такое ok здесь можно как обычно написать письмо и можно его просто написать и по идее куда-то отправить ой боже мой ну в общем короче это оказалось приложением в котором можно делать разные записи писем никуда писать не надо эта кнопочка предназначена для того чтобы делать всяко разные непонятные штуки с форматированием короче странная штука crytunes так я переустановил приложение у нас теперь новый набор приложения окей дальше есть такая штука как get web в которой можно get web builder которым можно создавать новые сайты создаем новый сайт выбираем форматирование например модули параграфы навигация текст например герон крафт как это хочу посмотреть да вы можете сидеть в майнкрафте делать сайты почему бы и нет ну и так далее это код подождем подождем я хочу сделать параграф назвать его герон групп он почему бы нет дальше назвать его create дальше сохранить назвать его 1 2 3 и потому что мне лень придумать нормальное название и сделать вот такой вот сайт потом загрузить этот сайт а куда я запихнул сохранение окей понятно давай вот это открой это исходный текст какого-то приложения вот так можно узнать как она будет выглядеть в готовом виде на самом деле в готовый вид вашего сайта вы пока что увидеть не сможете потому что пока что на данном этапе приложение способно показывать только исходный код для тех кто любит сидеть в майнкрафте и создавать сайты не ну а чё сидишь ждешь пока тебе карьер накопать чего-нибудь сидишь делаешь себе сайты в майнкрафте без модов точнее с модами чё нет-то караоке которые тоже пока что не работает потому что летает light switch тоже не работает но встать это то который я вам показывал прошлый раз это просто блокнот вот его можно сохранить виде отдельных файлов можно открыть потом файлы и посмотреть что записали классно клево интересно дальше у нас есть пиксель пейнтер в котором можно начать нарисовать и распечатать на принтере как это делается я показывал в прошлой серии теперь наконец-то пошли смотреть марио у у нас есть в марио несколько опций доступных пока что все на уровне тестов как вы могли заметить все это находится в альфа версии это значит очень ранние версии это значит что клюки баги и все не работает но тем не менее поскольку вы сильно хотели вторую часть вот вам вторая часть обзора не работающих модификаций а почему бы и нет хозяин барин и так выбираем первую опцию называется она тест стоит и здесь можно просто только вперед прыгать нажимаешь кнопочку вверх он прыгает вправо влево работает не правой мышкой левой кнопкой мышки мне не не хотим хорошо давайте попробуем вторую опцию меню стоит а это короче он сам бегает а потом пялиться на мою мышку потом снова куда-то бежит и чувак мышка тут он принципиально не хочет но похож на настоящего марио с консоли супер нинтендо интерпрайз систему здесь как бы как это сказать это карты мира которые когда-нибудь станет картой мира но пока что вот то что есть окей хорошо юши хаус стоит вы знаете разработчик этого приложения чуть-чуть всех обманул потому что на самом деле там на скриншотах было изображено другое а вот то что я вижу на экране сейчас мы с вами видим это совсем не то что мы ожидал о стоп а мы почему здесь какой-то левый скин почему здесь нет герона шо за подстава безобразие окей теперь что еще есть и здесь ёши хаус ёши это по-моему главный босс в игре марио насколько я помню и почему этот чувак не похож на ёши а просто динозавр фиолетового цвета я не знаю вправо влево я ходить не могу потому что кнопки вправо и лево не работают пока что приложение работает только прыжки вверх и вниз на этом все других кнопок здесь нет если мы с вами зайдем сейчас в controls смотрим может если по и чего-то лыж не идут здесь что-нибудь есть нету ничего cdm карт но это машины это я согласен с другой модификации с другой модификации ну и так далее для приложений кнопок нету есть демо уровень на котором происходит неведомые дичь но зато марио зато все все светится и переливается скорее всего это приложение кто-нибудь когда не забанит потому что авторские права дальше здесь есть хайновина который позволяет вам работать с картинками точнее она показывает картинки из интернета самое интересное что сюда можно ставить любую абсолютно картинку как сказать ссылку на любую картинку в интернете например я взял картинку сайта своего ближайшего и вот так она отображается отображается она самое интересное не полностью после того как вы сюда ну как сказать вы можете использовать очень простую команду смотри открыть ваш браузеров компьютере настоящем компьютере там скопипастить нужную ссылку здесь зайти нажимать control в то есть это вставить после этого нажать вот такую кнопку искать и вам отобразит у вас отобразится картинка которая была в интернетике теперь как все это дерьмо устанавливать важный момент в компьютер вы можете максимально установить всего лишь на всего раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять приложений если установите больше приложений они будут устанавливаться поверх тех что уже есть на компьютере проще говоря вот здесь будет отображаться 10 последних установленных приложений но по факту вас их на компьютере может быть гораздо больше учтите это пожалуйста как он не устанавливается давайте зайдем в другой компьютер где еще ничего нету нажимаем вот эту кнопочку это маркет приложений вы можете устанавливать их отсюда это верифицированное приложение которое в теории должны работать как тебе развернуть на весь экран здесь нет кнопки развернуть на весь экран к сожалению большому смотри вы если нажать эту кнопку здесь есть не точнее вот эту кнопку здесь есть список всех приложений которые пока что существуют в природе их не так уж много например вы хотите супер марио ворлд дважды кликайте открывается такая менюшка нажимаете кнопочку установить и вы устанавливаете супер марио ворлд такие дела в теории здесь должна загружаться картинка скриншота из приложения иногда они не загружаются дальше давайте я хочу вот например это устанавливаем как видите после того как установили приложение внизу слева в верхнем слоте как его сказать для приложений появляются значки установленных приложений то есть у нас здесь супер марио появился зинк имидж и так далее давайте еще к сожалению в прошлых версиях у нас был банк для хранения наших изумрудиков это было классно клево интересно теперь нету потому что банк не обновили но тем не менее можно установить это можно установить это можно установить калькулятор например и так далее в будущем приложении будет больше во всяком случае за последние три месяца их добавилось несколько штук вот такие вот прям из котятины теперь собственно как компьютеры делаются смотри все они элементарно крафтятся вот по таким вот рецептиком здесь куча чипсетов motherboard и так далее своих собственных рут этот самый modification не имеет боже мой тут шалкер бокса я вижу вы шо с ума сошли мне в крае что ли нужно пилить для того чтобы сделать себе ноутбук а край фиш какой же ты жадный однако же на чужое добро но тем не менее теперь собственно говоря после того как вы скрафтили лаптопчик и в принципе вы его всегда можете перекрасить точнее покрасить в любой цвет зависимости от того какой краситель находился в части экрана зависит от того какой край собственно говоря этот самый ноутбук будет цветом для того чтобы его открыть становитесь потом нажимаете кнопку shift то есть переседаете вот так вот и правой кнопкой мышки кладки открывается собственно девайс электроэнергии он не требует для того чтобы он работал с любыми устройствами его нужно правильно подключить с использованием хдмай кабелей а в чем я рассказал прошлой серии не будем повторяться кому надо посмотрите первую часть вот флешки собственно говоря тоже я по-моему показывала это я вам показывал это вам показывал в прошлой части дальше 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 light switch контроллеры пока что не работают потому что приложение крашится в следующей серии 3 если мы снова наберем много лайков как в прошлой серии вы я обязательно вам сделаю обзор уже на новые приблуды которые появятся к этому времени такие вот пироги с котятиной но теперь самое главное ребят каждое приложение как я уже говорил это отдельный модификацию которую нужно скачивать отдельно кидать в папку mods вместе с cryfish и девайс модом такие дела и самое главное когда вы скачиваете приложение смотрите под какую версию компьютеров это предназначено то есть есть приложение которая работает на версии 0.30 например есть на 0.40 и так далее поэтому ребятки внимательно следите за тем что вы скачиваете и в каких версиях без этого никуды кстати говоря вот эти штуки мы обозрвали в прошлый раз где у нас вот эти штуки на которых мы катались в свое удовольствие прошлой серии обязательно заглядывайте в описании подвигаете подкликайте там по ссылочкам подпишитесь на телеграм потому что youtube не всегда вам присылает уведомления и уж тем более не все ролики появляются в подписках youtube страшно глючит в этом штуке в этом смысле и с этим ничего не поделаешь боюсь за просмотр за подписки лайки с вами снова был герон всем удачи всем пока и фуру вам бабла не забывайте что если мы собираем хорошо лайков на этот раз будет третья часть когда снова появится новое приложение до встречи если есть вопросы пишите в комментариях под видео ну а также ладно заговорился не забывайте подписываться поехали